Витражный искусство Витражный искусство И там что-то такое Копошатся художники Что-то выкладывают Из красивого хрусталя Камней вернее Мы когда приходили Они здесь находились в противогазах Мы удивлялись Как это так? Заходишь А Толя всегда говорил Он говорил так Девочки, не нужно дышать этим воздухом Это эпоксидная смола Которая будет вам навечно Держать вот этот красивый витраж Прикоснуться к изысканному искусству Можно не только в музее Существует множество техник Создания витража Которые вы можете повторить И у себя дома Чтобы узнать о всех тонкостях работы Отправляемся в художественную мастерскую Елена Сергеева художник по витражу Отец еще в детстве привил любовь к живописи Уже на третьем курсе художественно-графического факультета Елена организовала первую персональную выставку В которую вошли этюдные и пленерные работы маслом Когда она впервые попала в витражную мастерскую То сразу влюбилась в новый материал Художественное стекло Теперь Елена создает шедевры в различных техниках Тиффани, фьюзинг, пленочный витраж Ее работы можно увидеть в общественных местах Чебоксара К примеру, в часовне равнопостальной святой Елены Лена, что такое витражи И для чего их чаще всего используют? Витражи, если простым языком говорить То это картины из стекла И в зависимости от технологии, конечно Если делать пленочные витражи То это картины на стекле И с помощью специальных инструментов Клеятся цветные художественные пленки Либо наносятся лаковой краской И таким образом получаются лаковые витражи Витражи бывают разные Бывают паянные, бывают пленочные витражи Бывают фьюзинг спичные витражи И бывают лаковые витражи И бывают еще такие комбинации Когда используются такие отдельные элементы Допустим, что-то из... То, что можно использовать и в пленочных витражах Используют еще и в паянных Это панно спичной витраж Чаще всего его используют Как самостоятельно отдельный декор Который можно повесить на стену, как картину Либо на полочку поставить Оно такое плоское двумерное Либо используется во всех ставках Где можно заменить обычное стекло И поставить что-то такое оригинальное Это вот чаще всего ставки в двери Либо фасады для мебели Из фьюзингов получается Если дать им какую-то определенную форму Так как они запекаются в печи И можно придать любую форму То можно делать посуду В частности тарелочка Которую тоже стеклышки положили на форму Она приобрела форму формы И стала таким декоративным блюдом Который можно использовать Как тоже отдельное украшение Для интерьера Либо под фрукты просто подставку Еще бывает такого рода панно Когда стекло цветные Уже отдельными элементами Испекаются И приклеиваются уже Также отдельными элементами На основное черное стекло Также можно вот такое вот панно делать Еще можно сделать технике фьюзингов Такие вот элементы отдельные Которые можно просто приклеить На зеркало в качестве декора В частности такой джирафик В детской комнате очень хорошо Даже можно будет его использовать Вот И такие вот террариумы Гранюные Геометрической формы Можно делать В качестве Оригинальных горшков для цветов Можно и по другому назначению Использовать В качестве вазки цветов Это технология уже Технология Тиффона То есть пайный витраж Когда отдельные элементы стекла При помощи медной фольги Они оборачиваются И потом пропаиваются Есть еще витражи сиффонов В которых используются уже стекла Разных цветов и оттенков Они изготавливаются уже рычным способом Они бывают как прозрачные Так и непрозрачные Вот у нас прозрачные Витражные варианты И вот непрозрачные варианты Они отличаются по текстуре По фактуре Эти стекла в паянных витражах Как раз спаиваются между собой За счет медной фольги И соединяются Эта технология достаточно трудозатратная Но она стоит того Чтобы на выходе получить Прекрасное произведение искусства И она будет всегда великолепно украшать И украшать будет всегда долго Потому что такое изделие тоже на века Лень, сегодня мы будем В какой технике работать? Сегодня мы будем в пленочной технике работать И готовим вот такое вот панно Для витража мы будем использовать И стекло прозрачное Четырехмиллиметровые пленки Английские Они такие вот с разводами Очень красивые Вот обязательно два шаблона Средства у нас для облизирования стекла Валик, чтобы на стекла прикатать Нашу пленочку И соответственно два резака Которые можно будет использовать Для нарезки пленки И для нарезки протяжки Соответственно мы будем все использовать Для наших витражей Такого цвета протяжку Которая будет закрывать все наши стыки Между пленками И такую вот декоративную линию Будет создавать Витраж мы обязательно делаем С подсветкой стола Для того, чтобы мы с шаблона Могли видеть все нужные нам линии Через пленочку И будем вырезать нашу пленочку С небольшим запасом Во время создания эскиза Для витража Приходится трансформировать Любой рисунок под витраж Потому что он достаточно специфичный Этот рисунок И приходится придумывать Линии нужные Которые будут не просто линиями Для соединения двух деталей Но и линиями Которые будут дополнять Любую композицию созданную И не будут нарушать ее красоту Вот мы вырезали одну деталь А сейчас обязательно Нужно сначала обезжирить Обезжирить нашу деталь на стекле И почистить ее Чтобы не остались ни соринки, ни пылинки И переносим Вырезанную деталь на стекло Ты уже не один год занимаешься витражами Вот рука все-таки уже набитая Тебе все это просто дается А новичку вот это искусство Насколько подвластный Как быстро человек может научиться этому? Научиться можно Тут, конечно, очень важно Обладать таким качеством Как аккуратность Потому что пленка не терпит Неаккуратного отношения Потому что все дефекты будут Налицо Так, для начала мы убираем все Срезанные Пленочки Обязательно Каждую деталь Обрабатываем Обезжириваем Очищаем Лена, сама как к искусству витражей пришла? Я на пятом курсе устроилась в витражную мастерскую У меня новый материал Как вот цветное стекло Как вот эти витражные пленки Настолько поразили Настолько я в них влюбилась И они мне так запали в душу Что я начала витражами заниматься И занимаюсь уже вот несколько лет Все, мы пленочки все доклеили Теперь у нас следующий этап Нам нужно будет все вот эти вот стыки Закрыть протяжкой Мы будем использовать Трехмиллиметровую протяжку Цвета старое золото Сначала вот мы закрываем Короткие Излишки сразу срезаем Лента достаточно пластичная Чтобы ей придать форму Пальцами С легким надавливанием пальцев Оно ложится у нас по форме деталей Лена, какие времена сейчас переживает Витражное искусство? Насколько оно востребовано? Витражи на сегодняшний день Как раз на этапе подъема и развития И благодаря современным материалам Современным технологиям Прекрасно удается сочетать В дизайне витражей Мастерство старых работ И новые какие-то идеи И всегда можно придумать Что-то такое интересное Оригинальное Для украшения новых интерьеров Современных интерьеров В любом стиле Витраж В переводе с французского Остекление Историки до сих пор не могут назвать Точный период возникновения витражей Следы создания картины С цветного стекла Были найдены в древних культурах Таких как Рим, Византия, Китай В Европе первый витраж Датируется X веком Его использовали при строительстве церквей Мастерами создавались Огромные стеклянные окна С изображениями Христа и персонажей Библии В готический период XII века В европейских соборах Появляются сложные композиции В виде мозаики Из цветного стекла Ближе к XV веку Художники начали использовать В работе бледные цвета Которыми заполняли Преимущественно окна В других странах Где существовали витражи Как правило Изображались мифологические сюжеты Символы деятелей культуры В отличие от Западной Европы Витражное искусство в России Имеет сравнительно недолгую историю Ученые связывают ее с первой четвертью XIX века Именно тогда Отечественными фабрикантами Были предприняты первые опыты В области стеклоделания Уже к началу XX века Витражное искусство В России достигло расцвета Как правило Витражи Можно было встретить Украшения в интерьерах Богатых русских дворянских особняков Однако Революция 1917 года Прервала развитие русского витража Сегодня Благодаря новым технологическим возможностям Витражное искусство Переживает свой второй расцвет С пленкой, конечно, попроще Но вот работа со стеклом Насколько она опасна Сразу хочется сказать То, что При работе со стеклом Нужно все-таки соблюдать Меры предосторожности Все-таки надо использовать Средства защиты Потому что Бывает очень часто Стекло Чешуйки стекла Либо вот крошки стекла Могут попасть в глаза То есть это уже Тоже такой момент Легкой неосторожности И вот можно поранить глаз Или порезаться Допустим, очень часто Страдают руки порезанные Поэтому Тут С опытом, конечно, уже приходят Навыки работы со стеклом Таким образом Что Вы уже реже режешься Но все равно режешься Но Уже научишься на своих ошибках Либо на ошибках чужих Как работать аккуратно Ну Пленочный витраж Наверное Это то, с чего Стоит начать Тут, наверное, и по цветам Можно научиться Определяться Да, сразу И по форме А потом уже, наверное Переходить на стекло Как вот у тебя было? Ну, новички У меня получилось как Я сначала начинала На пленочных витражах А потом Заинтересовалась уже Паянными витражами И был этап Когда И то, и другое Приходилось В одно время делать Поэтому Для новичков, конечно Я советую Начинать с пленочных витражей Учиться Аккуратности И терпению На этих витражах А потом уже Переходить на стеклянные витражи Потому что там Аккуратности И терпения Будет гораздо больше Потому что Это более Трудоемкая Более Затратная По времени Технология И Поэтому Нужно сразу Уже готовиться К этому И вот Ты еще Работаешь В технике Фьюзинг Помнится Рассказывала историю Про удачно Запеченную яичницу Да Это очень Такая Интересная История Очень спонтанно У нас получилось Я Ко мне обратилась Девушка Хотела Что-то такое Оригинальное Но сама Пока не знала Что На ходу Придумала Идею Мы с ней Согласовали Потом Вот Эскиз Это была яичница А для меня Основной задачей Стояла Это вот Повторить Пузыри Которые Имеет Сама яичница Натуральная Да И для Витражистов Могу сразу сказать Это не такая Простая задача Потому что Пузыри сделать На стекле На запеченном стекле Это вот Достаточно сложно И не всегда С первого раза Получается На мое удивление У меня получилось С первого раза Вот И эту Тарелочкой Это была тарелочка Этой тарелочкой И клиентка была Очень довольна Она даже Немножко Подшутила Над своим мужем Она подала Ее на завтрак И просто присыпав Сверху Зеленью Вот Муж пытался Ее разрезать Ножом Но никак не получалось А потом Когда он понял Что это такое Он сильно удивился Вот Но вот Тарелочка такая Вот интересная Получилась Но история На этом не закончилась Да История на этом Не закончилась Потому что Я попросила Эту тарелочку У клиентки И она у меня Два года путешествовала Сначала на одной выставке Там в Саранске А потом уехала в Питер Еще на несколько месяцев На вторую выставку В Питере Она попала В каталог По Как раз По выставке Выставка называлась Приглашение к обеду Проходила в русском музее В Санкт-Петербурге Вот Очень интересная Выставка была Сейчас в такой технике Много чего делаешь Часто? В основном Это тарелочки Потому что Они Более Скажем так Функциональны По назначению И Там Много Идей Можно Воплотить По Именно Как раз И по конструкции И по цветовым сочетаниям И по мотивам И Ну Всякого раза Можно сделать В основном Этарелочки Когда обратились Тоже за витражом Для часовни Я значит Разработала Тоже эскиз Но Абсолютно Не представляла Какая это И будет часовня В честь Кого будет Эта часовня И Когда уже Сделали Витраж И установили Их Я Поинтересовалась Весной Позвонила Специально узнать А когда Они будут Устанавливать Они мне говорят Ой вы знаете У нас сегодня Было открытие Этой часовни И вы можете Приехать Посмотреть Потому что Всем понравились Ваши витражи И Можете их Как раз Отснять Для меня Было поразительно То что Я вот Именно Угадалась Днем Когда это Все произошло И следующим Таким Поразительным Моментом Было Когда я туда Уже На место Поехала И Часовня Называлась Полотно Было Уже Такими Витражными Крестами Православными Насколько Сложно было Работать Именно с лицом С портретом С портретом Конечно Было сложно Работать Потому что Технология Пленочных Витражей Она такая Когда Начинаешь Уже Технологические Моменты Такие Продумывать Начинаешь Терять Уже Сход Какие-то То есть Это Какие-то Канонические Требования Начинаешь Терять И Нужно Очень Сильно Следить За тем Чтобы Не уходить От Иконописных Канонов И в то же Время Трансформировать Все линии Под ветра Чтобы Все В итоге Смотрелось Эстетично Красиво Игром Лучно Вот Все Это Удалось Сочетать Все Получилось Красиво Вот И я Даже Довольна По завершению Проекта Уже Такую Эстетическое Удовольствие Испытываешь И Прежде всего Гордость Берет за то Что ты Это сделал Ты Это смог Не побоялся Вот И вот Это Наверное Как-то Толкает К таким Большим Проектам Летраж Мы закончили Осталось Его только Прикатать Протяжки Призять Чтобы Они лучше Держались Долго Служили Еще Некоторые Мгновения И можно Сказать Что он Готов Все Уветра Готов Осталось Нам Только Его Оформить В рамочку Вот Так Вот Декоративный Элемент У нас Обой Получился Его Можно Будет Повесить Как Самостоятельное Панно И картина На стену Либо Поставить На полочку Которая Будет Дополнять Общий Интерьер И будет Украшать Ховерку Новую Продолжаем Наш традиционный Розыгрыш Этот витраж Также может Стать вашим Все подробности Узнаете В группе Вконтакте Программы Стеклянный дом Редактор субтитров